И по традиции ночью проходит акция «Свеча памяти». Ежегодно в Черкесске она собирает у Вечного огня большое число потомков защитников Родины. За мероприятием наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Год назад эта патриотическая акция проходила с использованием социальных сетей. Взрослые и дети фотографировались с зажженными огоньками, как бы отдавая дань уважения людям, которые освобождали Родину от фашистов. В нынешнем году на «Свечу памяти» впервые после снятия ковидных ограничений, прошедшего в прежнем формате, пришло огромное число жителей Черкеска, потомков участников Великой Отечественной войны. Учитывая, какие сейчас происходят события и как извращают историю, и как преподносят детям наше прошлое, то, конечно же, нужно помнить и передавать из поколения в поколение эту память. И, как говорят, если человек не знает своего прошлого, у него просто нет будущего. Каждую семью затронула эта война. Прадеды, прабабушки. Поэтому можно изучать историю Великой Отечественной войны именно через проекты, проекты детей. Они сами должны интересоваться историей своей семьи. Этот день напоминает нам о гибели миллионов наших сограждан, о разрушенных жизнях и разрушенных надеждах. Трудно назвать хоть одну семью, чей родственник не принимал бы участие в той войне. Накануне 22 июня люди приходили к Вечному огню вместе с портретами своих близких, как бы показывая тем, что их вклад в общую победу не забыт. На этом фото представлен мой дедушка, Полянский Дмитрий Емельянович. Он дошел до почти самого Берлина, прошел всю войну и потом умер. В таких акциях, как свеча памяти, необходимо принимать участие для того, чтобы мы, граждане нашей страны, помнили о тех событиях, которые были в годы Великой Отечественной войны. Сегодня я пришла не просто так, а с портретом моего родственника, отца моего мужа. Дань уважения защитникам Родины на Аллее Славы отдали представители силовых ведомств республики, коллективы образовательных организаций, городского совета ветеранов, юно-армейцы Черкесской и просто горожане, которые не могли пройти мимо столь значимого и в то же время трагического события в истории нашей страны. Артур Макцей, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.